Несмотря на не самый большой запас хода, Nissan Leaf по-прежнему остается самым продаваемым электромобилем в мире. А главным конкурентом Nissan считается еще один лидер этого рынка – компания Tesla, чьи электрокары имеют самый большой запас хода. Но в сентябре 2017 года все может измениться, так как Nissan планирует представить новое поколение моделей Leaf с запасом хода до 500 км. Также не исключено, что новая модель обретет функции автопилота и самостоятельной парковки, что еще сильнее усилит конкуренцию с Tesla. Интерес к электрокарам стремительно возрастает по всему миру, но их стоимость по-прежнему остается неподъемной для многих автолюбителей. Автопроизводители оправдывают высокие цены дороговизной комплектующих и необходимость вложения денег в новые технологии. Но, по-видимому, казахстанским ученым эти понятия не были знакомы, когда они разрабатывали собственный электромобиль, общая стоимость которого составила всего 200 долларов. Несмотря на низкую стоимость, казахская двухместная электричка оборудована солнечными панелями, которые позволяют заряжать аккумуляторы без подключения к электросети, но при необходимости электрокар заряжается от обычной розетки. До появления электрокаров дизельные двигатели, ввиду своей экономичности, экологичности и мощностных характеристик, считались одним из самых перспективных силовых агрегатов. Но, по-видимому, дизелям не суждено было захватить мир. Об этом свидетельствует и то, что компания Volvo решила отказаться от новых разработок дизельных моторов. Вместо этого шведы решили сконцентрироваться на гибридах и электричках. Первый электрокар Volvo должен увидеть мир в 2019 году, а к 2023 компания и вовсе планирует отказаться от производства ДВС. В ассортименте магазинов базы автозвука появились моторные масла от компании Hexol Dubricants, которая была основана в 1997 году в Канаде. С момента своего основания деятельность компании была ориентирована на экспорт, ориентируясь сначала на Румынию наряду с европейским рынком. Рост продаж и хорошее развитие на румынском рынке привели к началу производства моторных масел, индустриальных смазочных материалов, универсальных смазок и автомобильных химикатов в Румынии. Начиная с 2011 года компания начала продавать ассортимент продукции на рынках Болгарии, Венгрии, Хорватии и Греции. В 2015 году Hexol дошла до Словении, Мальты, Молдовы, Македонии и Сербии, а теперь и до Украины. Продукция Hexol производится с учетом сложных потребностей современных технологий. Компания Hexol владеет собственными лабораториями, в которых тестируются все продукты и разрабатываются смазочные материалы нового поколения. Если вы не уверенно чувствуете себя, паркуя задним ходом, то обратите внимание на новую камеру заднего обзора IDL-ET901IP. Она имеет активную парковочную сетку, которая отображает на мониторе видеосигнал с активными парковочными линиями, показывающими траекторию движения автомобиля в зависимости от поворота руля. Главное преимущество новой камеры – отсутствие необходимости подключения к коншине автомобиля.